Блядь, мисклик произошел, короче, и я случайно вместо того, чтобы видео включить, остановил запись, короче, поэтому мы заново записываем. Короче, я все-таки еще раз протравлю эту телегу, кто на стриме, простите, вы это второй раз будете слушать. Но, дорогие зрители, кто постоянно смотрит видосы, именно постоянные мои зрители, самое крутое вы пропускаете, потому что самое крутое на стримах. Информация в описании, телеграм-канал, паблик ВКонтакте, что-то из этого. Вот на что-то из этого подписывайтесь даже в приоритете, чем на канал. Можете от канала отписаться, поставить дизлайк, все что угодно делать. На телеграм подписаться с колокольчиком или ВКонтакте тоже подписаться с колокольчиком, чтобы не пропускать стримчанчики. Вот, ну и, собственно, все. Все, что найдете там в описании, все читайте, подписывайтесь, подкакивайтесь. Так, первые 30 секунд, короче, у нас просрались мои реакции. Ну ладно. По бескрайнему пшеничному полю, в белой рубахе и с крестом на груди. Под звуки вольного ветра и шелест колосьев он гордо растянет. Как я пошутил в том удалившемся куске, гордо растянет что и кому? Жовто-блокытный, кстати, присутствует. Этот клип певца-шамана посмотрели уже больше 14 миллионов раз. Гастроли артиста расписаны на год вперед. Кошмар. Стыд и позор. Ужас. Аншлаги женщин 35+. Без подписки в чат нельзя писать. Ну, подписка должна быть типа 0 минут. То есть обычно люди ставят там кулдаун какой-то, типа, минимум там, ну, сколько угодно я могу поставить. Я могу сделать, чтобы могли писать только те, кто подписан 1 минуту, 5 минут, год, типа, все что угодно вообще. Но у меня нет этого кулдауна. То есть можно вообще не быть подписанным на канал. И, короче, для того, чтобы писать комменты в чате на стриме, просто подписываться на время стрима и потом снова отписываться. Офицеры. У видео на песню «Встанем», которую Шаман выпустил к 23 февраля и посвятил героям Венега Отечественной войны, больше 26 миллионов просмотров. Ну, это тоже позор, что так много просмотров у такого контента. То есть, еще раз, это позор, конечно, не для Шамана, потому что, типа, его можно поздравить. Тем, что он это впарил. Переключили с студийки на эту же самую студийку в другом визуальном оформлении. Типа, как бы, супервыступление под фанеру. Спустя полгода после премьеры строки про вечную память он споет на Красной площади, стоя на коленях и едва сдерживает слезы. Удивительно. Не споет. А это вообще что за выступление? Огромное количество людей встают под мою песню. Это просто культурный шок. Это для меня... Ну, ты хотел сказать под песню Газманова переделанную, но ладно. Это счастье. Это то, к чему я шел все свои 15 лет профессиональной творческой деятельности. Путь Шамана. Ну, поздравляю, конечно. В смысле невозможно? Ты же прекрасно это сделал. Ну, они все чувствуют. Как он сказал? В славе и народной любви. Конъюнктуру народ сразу бы выкупил. Конъюнктуру народ сразу бы выкупил. Нет. Типа, в смысле? Ну, короче, 90% музыки, которая существует вообще в принципе в любом жанре русскоязычной, это конъюнктура. Это минимум 90%. То есть, блин, я даже не поленюсь точную формулировку, что такое конъюнктура. Сука, как же муторно и сложно. Ну, короче, это какой-то, типа, заурядный, стандартный представитель какого-нибудь жанра. И все. То есть, ну, вот есть, короче, там поп-рэп новой волны. Условно всякие, короче, там, не знаю, Моргенштерны, Инстасамки, еще что-то. Вы хотите сказать, что там какое-то невероятное количество именно новаторов просто невозможных, лютых, которые, типа, не скопировали что-то западное или не скопировали даже что-то у нас же и собственно. То есть, да, наоборот, типа, любую сейчас поп-певицу, в кого ни плюнь, это сплошные клоны друг друга. Бесконечные. Не такие, как все. И, конечно, типа, шаман как раз максимально вот настолько конъюнктурен, насколько возможно. Вопрос в том, что он конъюнктурен немножко для того, для чего, ну, непривычно это слышать. То есть, типа, меня, например, как-то даже не то, что удивляет, не просто удивляет, такое, типа, серьезно, типа, вот в таком смысле меня удивляет, то, что он делает максимально типичную музыку по меркам российской попсы нулевых. Ну, в среднем по больнице. Я такой, в смысле? В 2020 году ты делаешь что-то уровня, там, Валерия Часики. Чего? Как это вообще сработало? То есть, ну, конечно, максимально конъюнктурный. Конечно, народ это не выкупил. Ну, они все чувствуют. Невозможно их обмануть. Я сейчас просто смотрю сериал, как он называется, типа, «Обмани меня». Шамана. Кто был его проводником по дороге к славе? Творческой деятельности. Где там это? Я сейчас просто увлекся еще вот этими всеми физиогномическими штуками. Видите, он, короче, отводит взгляд куда-то вниз, типа, тон голоса. Короче, кто в этом лучше меня разбирается, скажите, типа, врет, не врет. Возможно их обмануть. Невозможно их обмануть и смотрит куда-то вниз. Чистит. Даже Панаму у тебя спер. Вообще, да. Я, кстати, его ни разу не видел-то в этой Панаме дурацкой. Мне почему-то постоянно говорят, что, типа, вот ты, значит, закосил там брат Шамана и, типа, надел такую же Панаму. Ну, во-первых, в шляпе я с 2017 года, но я не уверен точно, не помню с какого. Но это были обычно шляпы из фиксухи. Значит, ну, именно в этой мне ее подогнал Глеб, ну, недавно. Ну, по-моему, еще там в 21-м точно году, то есть, короче, вот так. Вместе с Ярославом Дроновым мы отправляемся в гастрольный тур, чтобы понять, как он стал... Хотя, наверное, вру. Наверное, в апреле... Подожди, это какой год-то был? Как это может быть апрель 22-го? Не может быть, подожди. Я, потому что тогда стопудово... Подожди. Это так быстро время пролетает? Охренеть. Охренеть, ребятки. Ну, ладно. ...голосом национальной гордости. И как искал те самые слова и аккорды, чтобы... Да, искал. ...звучно описать... Искал. ...писать любовь к родине. Ой. Самое смешное, что, кстати говоря, в песне «Лучший город земли», даже в Википедии, ну, типа, это не скрывается, что песня писалась наспех. Я сейчас даже вам зацитирую этот моментик. То есть... ...тыры-пыры... ...300 в Москве запретить. Чё за бред? Блин, а где... Так, чё-то какая-то хуйня, ребят. Сейчас, секунду. У меня мышь шевелится и одну усек. Я уже думал, я в дурку вступил. Не, я просто Bluetooth-мышь забыл выключить и оставил её там в другой комнате валяться. Её, видимо, кто-то случайно там задевает во сне. Кое-кто. А где я это читал? Ну, типа, она там чуть ли не за два дня дописывалась, потому что надо было успеть на... ...на что-то. Не помню на что. Кто вот точно знает, опять же, вы в комментариях можете подсказать, написать. И при этом там всё равно, ну, типа, как сформулировано, как сделано, как... ...собалдёжно. Не, не то, что аккорды, да даже слова, даже хрен с ними с аккордами. Аккорды там вообще глупо спорить, что абсолютно он ничего не искал и не подбирал. Как бы просто подобрал... ...подобрал Газманова и немножко поменял местами. И всё. То есть, чтобы формально нельзя было подать в суд за плагиат. А насчёт слова, ну, типа... Ну, подбирать — это ты ищешь какую-то вот прям абсолютно гениальную, неповторимую такую формулировку, которая станет резонансом, ну, для многих людей, в то же время каким-то, может, даже как открытием. А вместо этого здесь, типа, набор клише. То есть просто вот все самые стандартные, там, фразы. Знакомый клуб. Не могу вспомнить, что это. Гримёрка знакомая какая-то прям очень. Ё-моё, что же это за место? Я там стопудово был, но я не помню, что это за клуб. ...предстоит перестроиться под клубный формат. Это особенно тяжело после выступления, которое было... Ну, какая-нибудь либо Вольта, либо Гластенбери, не знаю, что это. Если мы встанем, он исполнял на главной площади страны... Типа, это явно не Гластенбери. ...центрального военного оркестра Министерства обороны. Короче, забавно, как склейки идут, типа... ...в рандомном порядке. Вот это я вообще не видел в выступлении. ...вы знаете, пробивает. Красная площадь — это вообще энергетически сильное историческое место. Ну, я не очень люблю на сцене, когда ты поёшь, давать... ...историческое место. Ну, я не очень люблю на сцене, когда ты поёшь, давать слезу, потому что нужно всё-таки держать какой-то баланс. Вот. Ну, вот прям вчера такой момент был, знаете, подкатывал уже ближе к концу песни. А что ты чувствуешь вот в этот момент? И накатывает от чего? От всего происходящего. От... Кто знает, что за клуб, скажите. Музыки, звуков, энергетики, людей, которые каждый раз, слушая песню «Встанем», они встают. Для меня это чудо, это происходит. Это вот про это, видимо, в комментариях мне постоянные зрители говорили, что он на разных интервью повторяет слово в слово одно и то же. Ну, в рамках одного интервью умудрился слово в слово одно и то же повторить. За те, кто нашёл своё небо, больше не с нами. Киборг нейросеть. 16 тонн джипси. Может быть. Ну, блин, не помню. Я уверен, что очень знакомое место, и что я там... Ну, типа, не помню. Может быть, и не выступал, но точно был в гримерке, как минимум. В войне приятно, потому что я же ведь не... Потому что, иначе, почему такое знакомое место? Быть исполнителем, просто петь. У меня всегда была задача быть известным именно за счёт своих собственных песен. Я больше клубов не знаю в Москве. Ну... Я просто, наверное, сходу все не вспомню. Вот что дело. Наверное, я знаю все, но они ещё гады. И они меняют названия всё время, каждые три года. Ну, некоторые, как минимум. Ну, там, это жидкое соло мы уже разбирали. Видимо, настало время. И, видимо, как-то Бог меня услышал. И, в общем-то, дал... Ну, какой-то фон написан. У меня возможность петь свои песни перед большим количеством людей. Ну, вот то, что он, допустим, рассказывает про возможность петь свои песни перед большим количеством людей, говорит о том, что, скорее всего, моя теория верна о том, что для него самой большой ценностью, типа, является не... не знаю, там, не куча бабла, не ещё что-то, а вот такая чисто нарциссическая потребность именно быть в центре внимания большого количества людей вне зависимости от качества этих людей, да? Помните, как в фильме «Пираты Карибского моря» вторые, по-моему, это было, да? Что, короче... Он сказал прислать сотню душ взамен моей, но он ничего не упомянул о качестве этих душ. И там пошли на Тартугу потом собирать, короче, пиратов, чтобы откупить за Джека Воробья. Здесь то же самое, то есть... Если, например, для меня... Уйди нахуй отсюда, блядь, литая ещё дресня какая-то. Всё, улетело в окно, отлично. Если для меня, допустим, 10 людей, близких мне по духу максимально, и которым понравилось то творчество, которое я, допустим, искренне сделал, гораздо ценнее, чем... не знаю, чем... тысяча, ну, которым просто понравилось то, что я сделал специально, чтобы понравиться. Ну, наверное, вот... Для меня всё-таки цене небольшое количество трушных ценителей. Ну, и, в принципе, в Ютьюбе это тоже проявляется, потому что, опять же, если бы хотелось именно просто славы любой ценой, я бы вообще другое делал. Для него, скорее, нет. Для него как бы слава любой ценой именно важно. Потому что, конечно, пробивался... Как песни ты сделал, чтобы понравиться? Ну, комментарий, милого. Я трудно один, и мне никто не помогал, и я всё делал. И я понял, насколько это отстойная тема и неблагодарная. Я был самостоятельно, просто... Это очень... Ну, очень долго, трудно, и, честно говоря, я и разочаровывался неоднократно. Но вот в моменте, когда я с Всевышним вступал в диалог, в контакт, просил у него как-то помощи, там, советы, ну, и просто сил для того, чтобы следующий шаг сделать можно было, мне, к счастью, отвечали. Я стою перед вами, как пред Богом, и пою свои песни, как в последний раз. Правильно смехаешься? Да, я уж не помню, на самом деле, над чем я смехался. Я больше насмехался, может быть, даже, знаешь, над песнями о любви. То есть, типа, все песни о какой-то любви, они напоминают как раз вот там песни шамана, вот эти вот, типа, ты моя, там, такая бесконечно нежная, просто обдрочился весь на тебя, там, бела бы жизнь без тебя ядом. Вот. Ну, я просто взял по приколу... по приколу сделал то же самое, но как бы самому себе высветил эту песню. Боже, как же я великолепен, если бы вот не ты, то ты моя единственная любовь на всю жизнь. То есть, просто вот такая ирония, скорее. Ну, там, что-то такое вот. Конечно, все искренне делал. Но другой вопрос, что я, возможно, перерос уже это все. Стоят, верят. Расскажи про псевдоним. Песни у тебя такие патриотические. Околдованные стоят. Расскажи про псевдоним. Песни у тебя такие патриотические. Зачем шляпу мою спиздил, гад? Расскажи прежде всего. Ты про религию говоришь, а псевдоним шаман. Почему? Я, во-первых, всегда хотел взять псевдоним, потому что я хочу разделить сцену и бытовую жизнь. Как вы можете видеть, в быту сейчас вот мы с вами общаемся, с вами говорим. Да, но крест ты на сцене носишь тоже. Это я Ярослав Дронов, а не шаман. Потому что я нахожусь в таком незаметной, в общем-то, одежде, в темненьком, во всем хожу, в шапочке для того, чтобы особо не отсвечивать. А сцена эта другое, на сцене я меняюсь, на сцене я... На сцене абсолютно другая одежда. То есть так я в черном не отсвечиваю, а так я в черном отсвечиваю. Это абсолютно не то же самое. Это большой звук, большой свет, громкие аплодисменты. Там все гипертрофировано. Это как раз, кстати, песня, в которой тоже те же самые аккорды и та же самая форма, что я в Ярославльский. Я просто подумал... С Рыбалкиной интернет приехал. Какой это могло быть псевдоним, который вот меня так вот раскрывает в полной мере. И я просто обратился... Ты не ответил на вопрос. Он опять рассказывает ту же самую телегу. Да, как правильно отметили в комментариях. Еще раз, переслушиваем внимательно вопрос. Вопрос, какого хуя у Челика с крестом вот таким огромным, который рассказывает, какой он православный. Почему ты себя назвал так, как себя называют языческие жрецы? Ну, потому что я разделяю псевдонимы и это. Я подумал, что могло бы меня отражать. Тебя могло бы отражать... Тебя могло бы отражать название религиозного деятеля не твоей религии? Типа, это могло бы тебя отражать? Очень интересно. Рассказывай дальше. Все гипертрофировано. Еще и написаны латиницы. Нет, и ведь ведутся. Подумал, какой это могло быть псевдоним, который вот меня так вот раскрывает в этом мире. И я просто обратился к комментариям поклонников моего творчества в интернете. Ну, они писали там рядом слова, там синонимы, там, магический вокал, там, исцеляющий, волшебный волос и так далее. Короче говоря, они меня натолкнули, и я взял это псевдоним. Он сразу прижился ко мне. Ну, правда, на сцене, на сцене я другой человек. Не знаю, человек. И это мы тоже слышали тысячу раз. Во всяком случае, по рассказам моего концертного администратора, он говорит, что я в этот момент, прям за последние секунды до выхода, вот как будто что-то щелкает, у меня взгляд другой, все другое. Какое ему сюда не можно было бы взять? Шимейл. Не знаю, на самом деле. С юбилейцами на одном из концертов Ярослава ждали поклонники, которые приехали из небольшого Камчатского села, где живут представители малой народности и Вены. Они привезли в подарок настоящий шаманский бубен, сделанный из оленей шкуры и коры березы. И сразу же, сходу, с первых секунд, я поняла, что ты действительно шаман. Потому что у нас, у коренных народов, себя не могут называть шаманами. Их называют шаманами только люди, а не избранник. Но ты, ты смелый парень. Это действительно от тебя идет такая энергетика. Ты молодец. И вот мой младший брат, Николай, сделал бубен. Мы привезли его с Камчат. Относись к нему бережно. С ним разговаривай. Из нашего маленького села Новгарь тоже ребята, у нас есть операции. Мы хотим тоже передать, что... Ну, к слову, кстати, перевернутые кресты, это тоже, на самом деле, такой полукринжец. Потому что, если ты, короче, корчишь из себя неистового сатаниста, и, типа, там, используешь перевернутые кресты, там, не знаю, и прочее в символике, и, типа, поклонение дьяволу, и, там, короче, забери меня в Барзабель, или как там эта вся штука называется, то ты признаешь, как бы, эту догматику. То есть, ты, ну, если ты веришь в сатану, получается, ты как бы веришь в целом во всю историю из Библии, то есть, и в Бога. Просто ты поклоняешься другому персонажу этой мифологии. Что мы тебя видели, что мы с тобой беседовали. И они, они, они коренные малочисленные народу, мы внесены, можно сказать, вот в этот реестр, но они все равно пошли, уехали, и они там сейчас на спецоперации, мы переписываемся с ними, и хотим, чтобы вернулись, двоих парней уже ранило, и они все равно едут, и вот эта твоя песня встанет. 9 мая мы делали постановку... Это православный имам, вот, да, вот примерно то же самое. Православный шаман, да, да, или как вот, я не знаю, честно, даже страшно представлять себе, что еще такое может быть. Народ встал, а потом стали спрашивать, кто это, кто первый раз услышал... Это исламский протоиэрей. Шаман в фаворитах и у именитых продюсеров. Игорь Игоревич Матвинович. Ну, конечно, понятно. ...в последние годы редко дает интервью, но на разговор о феномене шамана согласен... За пару мультов и за пригрозу, типа, если не дашь, то тебе пиздец. Сделать популярную патриотику, это... Ну, это дано единицам. Но здесь еще раз повторяюсь, вот за 20 чем-то с лишним лет я первый раз такое наблюдаю, чтобы патриотическая песня вот так вот сразу зашла в народ. А чтобы получилось, нужно обладать, во-первых, некими знаниями, нужно... Это еще не зашло пока. ...обладать вот теми культурными росточками нашими, которыми должна быть пропитана твоя душа. Я извиняюсь, в чем это выражается в песне? В какой из строчек, в каком из слов этих песен? То есть... Где выражается вот эта культурная пропитанность? Не знаю, может быть, в каком-то аккорде особом в музыке? Что-то незаметно. Когда ты сможешь это сделать? То есть не каждому это дано. И поэтому то, что сделал шаман, я считаю, это совершенно феноменальное явление. Я очень рад, что у нас наконец появился такой артист. Игорь Игоревич впервые услышал шамана на концерте, где он выступал с песней «Встанем» и сразу же понял, что артиста ждет большой успех. Люди достаточно взрослые, прям все встали и стояли все песни. Достаточно взрослые, там исключительно взрослые. Такое я видел только на концертах группы «Любе». Меня это поразило, потому что для молодого артиста это невозможно. И он это сделал. У нас сейчас развилось огромное количество патриотов. Ну, соглашусь, кстати, на самом деле, что достаточно сложно угодить более взрослой аудитории, потому что, в принципе, более взрослая аудитория очень редко слушает какую-то новую музыку. То есть тут, не знаю, тут только по политическим причинам вам можно угодить. На каждом углу кричат, что вот и творческих патриотов, которые рассказывают, какие они молодцы, какие они хорошие патриоты. Я считаю, что творческий человек, если он действительно патриот, он должен своим творчеством это показывать. И шаман вот идеально... Ну, никто никому ничего не должен, просто можно. То есть он не кричит, что вот я там этот... В смысле не кричит? Он это и делает. Причем очень громко. Выпускает такие песни, что сразу видно, что это патриотизм, что это достаточно очень искренне. Ну, и поэтому это пользуется востребованностью. Ну, как минимум, большому количеству людей верится, будто бы это искренне. Тем более сейчас... С этим не поспоришь. Продюсер признается, что давно ждал появления такого исполнителя, как шаман, и с профессиональным интересом разбирает слагаемые его популярности. Так. Первое его образование было народное пение. То есть, и вот эти элементы он активно использует и... Например? Очень точно, хорошо, и... А так как это все... Народное американское, видимо, пение, я просто не знаю. В каждом из нас наша история, наш культурный код. Поэтому, конечно, это все считывается, и людям это очень близко. Где? Вообще, кроме песни «Улетай», где проявлено это? Вот это были, видимо, элементы народного пения сейчас тоже, да? Кавер на знаменитую песню Максима Фадеева «Танцы на стеклах» в исполнении Ярослава Дронова по количеству просмотров обогнал ролик с оригинальной версией, записанной продюсером и певицей Линдой. Может быть, это было народное пение? Дронову удалось поймать ту самую шаманскую энергию, песню, но по-настоящему заметным для Фадеева шаман тоже стал только после песен «Я русский» и «Встанем». Сейчас же модно ругать страну, а он выбрал совершенно другой путь, правильный, я считаю, потому что ругать страну, в которой ты живешь... Вы видите, понимаете, в чем еще главная проблема и главный ужас для меня и главный стыд? Музыкальный продюсер, причем, ну, вроде как, один из самых влиятельных и известных рассказывает абсолютно не о музыке здесь сейчас, а говорит про посыл, про текст, про политическую подоплеку и про все такое. Не про музыку. Ну, это, по идее, ужасно. Можно я не буду говорить? Можно. что делают свиньи. Но в итоге три с половиной минуты еще продолжается. Поэтому для меня шаман это такой символ сегодняшнего времени и сегодняшней российской внутренней повестки, позиции. Ну, для меня тоже, если честно. Ну, такой просто скорее огорчающий. Или как хотите. поэтому мне гордо за то, что есть такие парни, которые на передовой защищают нас и поют. Защитил. Защищая нас. Это тоже оборона, поверьте. Она точно такая же нужная, важная. как и... Если это оборона, ну, хорошо, давайте я сейчас не поленюсь, прочитаю значение слова оборона. Так. Защитам. Совокупность средств, обеспечивающих такую защиту. Система мер по подготовке к защите. Ну, типа, в чем польза этой обороны? То есть, если это вот что-то, что, короче, там, защищает кого-то каким-то образом, обороняет от кого и чем именно? То есть, ну... Все остальные передовые точки нашей обороны. Как песня может, типа... Ладно, по херу. Так ты чё, он занят обороной и пением. Понимаешь, как бы, вот... нужно это... отправить боевой хор на фронт. Будем обороняться пением. Ярослав, твоя популярность пришлась на очень тяжелый период для нашей страны. Песни стали созвучными, специально военнодраться. Кому война, кому мать родна, как говорится. Как ты к этому относишься? Это ведь определенная степень ответственности, большой ответственности. То, что я говорю и то, что я несу людям со сцены, я прекрасно понимаю, что это влияет и на психику, и на душу. Я надеюсь, судя по реакции людей, положительно влияет. Но... Турецкие мотивы. Так я думаю, он учился на кафедре как раз народного пения, просто турецкого народного. Действительно для меня ответственность, потому что это мощный инструмент, да, в каком-то смысле слова идеологическое оружие, которое может работать как со знаком и минус, так и со знаком. На кого, блядь? Неужели в мире существует, сука, хоть один человек, который, вот допустим, он был такой просто вонючий там какой-нибудь навальнист, либераха там, либо он, это вообще гражданин какой-нибудь европейской западной страны, либо ему насрать, либо еще что-то, он такой послушал песню «Встанем», он такой «Блядь, все, становлюсь зет-патриотом». Неужели кто-то вообще, есть хоть один человек, который на серьезе верит, что вот типа из-за песенки такое могло бы произойти? Абсолютно нет. То есть эта песня просто для тех, у кого уже есть некие политические взгляды на жизнь. И просто он их консолидирует вокруг себя. То есть точно так же, как мой канал, по сути, ну типа мало кому вот прям раскрывает глаза и шокирующую новую какую-то информацию дает. Я надеюсь, что кому-то дает и респект, в общем-то, и мое почтение всем тем, кому правда дает и кто об этом мне пишет, мне это приятно. но в среднем типа вокруг меня просто собираются близкие мне по духу люди и все. Тут то же самое. То есть какое-то, что это за оружие, которое, что оно дает? Чуть-чуть там может какую-то мораль поднимает, причем мораль теток 35+, от которых, а что от них зависит? плюс. Тридисон отель. Это, кстати, был православный русский автомобиль, если что. Это Лада. График сумасшедший и жаловаться на него нет никакого смысла, за что боролись, как говорится, и на то, и, да. Поэтому я радуюсь, концертов много, они каждый раз набираются, и каждый раз их больше. Украине по радио в каждом супермаркете по всем каналам сплошной патриотический плейлист, другой музыки как будто нет, это же не зря. Ну что тут скажешь? Больше и больше становятся, они не заканчиваются. Тоже долбоебят? Люди хотят слышать, хотят видеть, песни нравятся, это значит, что... Ладно, спасибо большое за донат. Я президент стрима, а шляпу зовут Глеб Калюжный. Так и зовут теперь. Нужен. Я живу по принципу отдай от себя, раздай себя. Потому что мне, в общем-то, и сверху там был какой-то там талант, да, чтобы я, во-первых, его не потерял, во-вторых, чтобы я его развил и в лучшем, в лучшей форме отдал его. Короче, все слова для того, чтобы максимально понравиться, для того, чтобы все максимально поверили в то, какой он просто, не знаю, благотворитель, чудодейственный и так далее. К этому миру. Ну, типа, блин, народ, я не знаю, для меня это всегда противно. Я вообще сейчас попробую вам объяснить. То есть есть слова, которые, которые, если ты произносишь, то ты гарантированно большему количеству людей понравишься. И при этом очевидно, что он большему количеству, но при этом те, кто соображает вообще, что происходит, они, естественно, никогда на это не поведутся и будут прям очень раздражены. Есть слова, которые наоборот. Ты говоришь и ты большинству не нравишься, но при этом разумисты такие вот это вот, блядь, наш человек. То есть, допустим, вот есть... Ой, сейчас. Так, да, народ, извиняюсь. Ну, короче, вот мы представляем себе там сто человек и нужно им понравиться. Какие слова лучше для этого подобрать? Ну, например, вот, например, выйду я и начну свою телегу прогонять. Мне похуй, что моя музыка никому из вас не нравится, тем, кому не нравится моя музыка, это тупорылое отребье, я на них срал. И только единицы суперразумистов ее оценят, и вот это будут великие люди. Ну, вот такую я прогнал телегу. Или, например, я бы сказал, ну, для меня самое главное это то, что мое творчество находит отклики в сердцах других людей, трогает их души. и самое приятное и трогательное, я даже слезинку пускаю, когда люди пишут мне комментарии что-то вроде «Спасибо, любимый Моисей, что твоя музыка вывезла меня из депрессии, и у меня появились силы жить дальше». Для меня вот это самое главное, а все эти деньги, слава, мне это совсем не нужно. Все это делается лишь ради одного, ради вас, любимые слушатели. Ну, и как бы вы понимаете, что первая мысль, первая телега, она никому нахуй не понравится, кроме какого-то просто исключительно маленького процента людей, которые оценят вот такую, не знаю, дерзость и такой вот абсолютно наглый подход. Вторая, она наоборот понравится почти всем. Естественно, например, кроме таких людей, как я, которые сразу чувствуют, что это максимально бледунская фальшь и максимально прям вылизанная и сделанная специально таким образом для того, потому что выгоднее всего сказать именно так. Ну и все. Вот примерно так оно и работает. Песню «Встанем» по-настоящему ждут на концерте. Ярослав уверен, что она была продиктована ему сверху. Так он и указал в описании. Да, сверху, но не в том смысле, в котором вы подумали. Конечно, она была ему продиктована сверху. На видеохостинг накануне Дня Защитника Отечества. Именно эта фраза «продиктована сверху» вызвала много злой иронии. Ну это будет просто неискренне. Люди сразу это выкупят, если это будет заказ. Ну это просто... Ну я выкупил. Элементарно, да, не сработает. Как говорил там Есенин, там на барабане душа не звучит, а вот надо на божьей дудке играть. Но что касается Ксении, я просто ей, не знаю, благодарен от всего сердца, потому что она так просто пиарит мое творчество, меня. Что значит так пиарит творчество и меня? Один раз в жизни в телеграм-канале вымянуло на 150 тысяч просмотров и 943 лайка. О боже, как распиарило. То есть вот здесь я вижу очевидную хуйню, очевидную заученную фразу и опять же сказанную максимально так, чтобы с одной стороны понравиться теткам, которые ничего не шарят и не понимают, но с другой стороны я четко вижу в этом феноменальную просто глупость и такую вот типичную по сути полубабскую отмазу. Типа ваш хейт это просто мой пиар. Это уровень Кати Адушкина еще до своего 18-летия. И для меня это просто уже уже который пост который пост и какой который пост? Много постов что ли было в Рашамаре? Вот как-то ее все не отпускают, не знаю, может влюбилась. Уморительно. В ответ на упреки в конъюнктуре Ярослав показывает заметки в телефоне. Вот 2 января он закончил писать текст Нет, создано 1 января 2022 21.13 Блять, отредактировано нахуй 22 февраля. Короче. Песни встанем. А вот так звучали наброски композиции. 1 января так. Ну хорошо, мы это можем поверить даже. Короче, придумал встанем и тарарарарарарарара. Тебя с песней «Встанем» ждут на Донбассе. Да. Поедешь туда с гастролями? Конечно. Более того, уже сейчас ведутся переговоры И здесь небольшая проблема с логистикой. Нужно просто выбрать окошко, потому что нужно дня три для того, чтобы туда приехать, уехать в общей сложности, выступить там. Как только мы решим этот вопрос, я с удовольствием сразу же туда поеду. Обещает прям как настоящий депутат. Мое почтение. Без страха, без опасения, ну там продолжаются боевые действия, это может быть опасно. Ну, кому суждено утонуть, его никогда не повесят. Поэтому в этом плане, ну я не скажу, что я фаталист, но я такой, скажем так, активный фаталист. Я все-таки верю в судьбу, но также верю, что мы можем на нее влиять. Поэтому я туда еду выступать, поеду. Ну я верю в то же самое, кстати. Куда ты? Ну ты, Соня. Тебя даже вчерашний шторм не разбудил. Говорят, мы уже приплыли в Моровинт. Нас выпустят. Это точно. Я не понял отсылку. Спасибо вам за донат в любом случае. Спасибо вам перед людьми, которые, я надеюсь, ждут мою музыку. И для меня это главное. Мою песню «Встанем» сравнивают с песней «Вставай». Кто эти люди? Кто? Кто так сравнивает? Сравнивают с песней Газманова. Ну признайся уже честно. Ну что ты такой луковый жук? В общем-то это очень такая сильная по духу песня, конечно же. Мне это, честно говоря, я даже не ожидал, что будут сравнивать мою песню «Встанем» с песней «Священная война». То есть это неожиданность для меня такой была. До сих пор остается. Знаешь, для меня тоже, потому что общего практически ничего нет, кроме «Встанем» и «Вставай». Я, кстати говоря, знаете, что еще задумался как-то на днях? На тему текста песни «Встанем». Вот смотрите, припев. И бьется сильнее в груди наша вечная память, запятая «Между нами». Что, блядь, значит «Между нами»? К чему эти два слова здесь? Что между нами, блядь? Говночерпи, спасибо большое за донат. Просто, ну, «Между нами», типа, я не знаю, вот «Между нами» песня, я, допустим, вобью в поиски. Вон, есть какой-то лизер «Между нами», есть там что-то «Между нами любовь», «Между нами любовь». Забыл, «Серебро» или какая-то такая хрень. Или, блядь, это... Как ее... Господи, Милена Чижопа, да, типа «Между нами блокада», «Блокада Ленинграда». Ух, блин, «Королева Кринжа». Не, «Королева Кринжа» Саша Капустина, это так тоже просто все-таки. Ну, типа, короче, «Между нами». Эта фраза, вот как просто типичное словосочетание, которое просто вставляется в рандомные моменты... Спасибо большое, Виктор, из Магадесгарда. В рандомные моменты в попсовых песнях. Точно так же, как почти все попсюки постоянно поют про какого-то «Тольку». Типа там «Только-только-только этого мало», «Только рюмка водки на столе». Что-то «Только кровь и пыль» даже, не знаю, вот так вспоминается еще что-то, не знаю. Есть прям шаблонные фразы. Ну, короче, в металле есть «Нет пути назад», «Герой выходит на бой с судьбой». В попсе так особо даже не вспомню. Ну, про вселенную, например, тоже вспоминается. То есть про вселенную вот у шамана было, типа «Ты моя целая вселенная». И это было, короче, «Необыкновенно», «Я как целая вселенная», «Тыры-пыры-растопыры». Ну, короче, «Любовь холодеет в жилах кровь», там, поняли, да? То есть это одна из таких фраз, которые постоянно где попало, куда не попадя, короче, вставляются. Но здесь она вообще, ну, ни в пизду, ни в «Красную армию», она ничего не значит, она ни с чем не связана, ни к чему не приделана, она просто для прикола, в рифму, причем это именно максимально попсовая штука. Если мне кто-нибудь объяснит, я бы с удовольствием выслушал. Еще раз, зачитываю припев. «Встанем, и бьется сильнее в груди наша вечная память. Между нами». «Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца». Хорошо, последние две штуки как-то складываются, суммируются, есть смысл. К чему, блядь, эти два слова здесь? Что значит «между нами»? Бьется память между нами сильнее в груди. Не знаю, чуваки. Нужно просто, как там он сказал, «может быть влюблена в меня? Ха-ха-ха-ха-ха-ха». Вот нужно именно до абсурда влюбиться в шамана, просто чтобы не понимать, что «ну это же бред, типа прям откровеннейшая вредятина». Просто там для рифмы, для ритма, для еще чего-то. То есть... Прям гигакриво. Типа, если я, допустим, делал бы пародию на попсовую песню, вот я тоже что-то такое бы вставлял. Блин, реально не могу такие, короче, типичные попсовые фразочки вспомнить. Аркадий Васильевич Калачев на фронт отправился 14-летним мальчишкой. Сын полка, участник битвы за Москву. В составе краснознаменной стрелковой дивизии имени Кутузова с боями он прошел от Москвы через всю Европу до Берлина. Он показывает трофей, который хранит все эти годы, как символ победы над врагом. После боя всегда собирают, грубо говоря, трупы. Кого там в яму, кого в костер, кого куда. Ну, я в том числе был. Из одного немца собственными руками снял этот орден. Это одна из главных наград фашистской Германии. Железный крест первого класса. Какие цифры здесь? Ладно, будем считать, что 19-39. Потому что выглядит как 5. Очень странно. Один из главных наград фашистской Германии. Железный крест первого класса. Как у нас герой Советской Советы. Аркадий Васильевич вспоминает песни своей фронтовой юности, которые помогали сохранять боевой дух. 27 градусов. Это сложный вопрос, потому что я не знаю, что ли в штаны наложено, что ли в остальные все другое. Вот в чем дело. Пели песню в основном, когда-то, так сказать, был в затишье. Выходила на берег, Катюша, на высокий берег, на крутой. Вот любимая песня. Простая, хорошо запоминается. Катюша, дорогая песня. Если гимны играли тоже, чувства тебя одолевали, твоя гордость за свою страну, за свою родину. Священная война, она влияла на тебя, что ты должен выполнить свой долг обязательно и победить. Аркадию Васильевичу мы включаем песню «Шамана встанем». Ее называют гимном нового времени, но в ней столько благодарности за подвиг прошлого. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали, за тех, кто нашел свое небо, и больше не с нами встанем. С удовольствием посмотрел это выступление молодого артиста. Слова его замечательные, сокровенные, от души, но и про сегодняшние события тому тоже. Вот. Про наш подвиг, конечно, будут долго петь, а он спел очень хорошо. Молодец. В Европе об этой песне заговорили после того, как звезда мирового балета Сергей Полунин включил в свою концертную программу вот этот номер, который он исполнил в военной форме. Встанем герои России останутся в наших сердцах. В военный балет, господа. В военный балет, господа. Ну, чё поделать? Вставляем, конечно, это в фильм, типа на канал Шамана выкладываем. Ну, чё поделать? Ну, вот так вот посчитал уважаемый господин ветеран. Нельзя же поспорить с его словами. Блядь, ну и... Как неожиданно и приятно. Это же его выбор был. Невозможно его навязать. Он вот решил, что нужно танцевать. Причём он это сделал, насколько я знаю, после тяжёлой травмы. То есть это был его первый такой большой публичный выход. По-моему, у него с сухожилием было что-то. Ну, то есть это для танцора это очень такая серьёзная была травма. Там была, кажется, операция. Я думаю, что, возможно, песню встанем как-то. Ну, я надеюсь, хочу, во всяком случае, надеяться, что она ему как-то тоже как-то помогла немножко поправиться. Во всяком случае, пошла на пользу. Оооо, это моё любимое. Реакции иностранцев. Вау, это так круто. Это потрясающая, красивая русская музыка. I love it very much. Yeah! Wonderful! Говорит человек, который говорит ровно эти же слова абсолютно на любое самое жухлое, самое конченое, самое просто убожественное говнище, которое ему поставят. Потому что понимает, что если похвалят, то просмотры будут. Если не похвалят, то будет как у Моисея Великанова. Дизлайки. Возмущённые долбоёбы в комментариях. И, ну, типа, человек 20 верных зрителей. Yeah! Yeah! Да, конечно, конечно. Реакции иностранцев, ребята, это... Прям... Ищите отдельное видео на канале. Я, по-моему, кстати, отдельного видео именно не выпускал. Ну, типа, блядь, на чёрный кофе снимают такие же реакции, а там просто пиздец. Нет, это... Вот это я долго выносить не смогу. То есть, вот это откровенный пиздёж, кривляние и просто... Иностранцев на патриотический манифест шамана яркий. В интернете можно найти десятки подобных холиков. Конечно. Ну, все же хотят примазаться к доверчивым тёткам, для которых до сих пор иностранец равно инопланетянин. И, типа, видеонадпись, реакция... То есть, ни один в мире, блядь, просто никогда в жизни американец не нажмёт на видео, типа, блядь, с названием «Реакция иностранца», блядь, или «Реакция из какой-то конкретной страны». То есть, ну, никогда в жизни пиндос не нажмёт на видео с надписью «Канадец, блядь, реагирует на американские тренды» или «Русский реагирует на, типа, трек из, там, американских трендов» или «На американскую патриотическую песню». Им нахуй не интересно им срать, кто там, блядь, что в мире о них думают. Им... Вы не представляете, насколько им срать. То есть, ну, чтобы вы понимали, америкосы в чат-рулетках, когда общаются, они даже не говорят, типа, я из Америки, например. То есть, ему человек представляется «I'm from Germany», допустим, или «I'm from Russia», «I'm from там, бла-бла-бла». А он говорит «Я из Флориды», типа «I'm from Florida». То есть, ты должен и так, блядь, знать, что это Соединенные Штаты. Они искренне убеждены в этой хуйне. Им похуй на то, что везде километры у них мили. Им похуй на то, что везде футбол. У них, типа, блядь, американский футбол, бейсбол и так далее. То есть, для них это самая вообще просто важная и значимая хуйня на свете. И им тысячу раз поебать, что, по идее, во всем мире больше интересуются чем-то другим. То есть, ну, и это нормальные отношения. Нет такого, что, я не знаю, люди из каких-то самодостаточных, что ли, стран прям смотрят, что там иностранцы про них думают. Им похуй. А это вот максимальный позор, что до сих пор таких реакций, что именно, что их много и на них много просмотров на таких реакциях. Это гигапозор для России. Мне похуй, что там, блядь, пиндосы думают про мою музыку, например, абсолютно. ...борит, что рок-баллада о национальной самоидентичности это не ответ на западную культуру отмены русских. В песне он передавал состояние своей души. Если бы... Конечно. Я там как-то пытался конъюнктурно попасть в струю, люди бы... За щеку. ...бы это сразу почувствовали и... Ну, вот, я почувствовал. ...не было бы такой реакции, как вы можете понимать, что песня... Бля, как же... Сука, как же он нагло просто гонит, типа. Ну, у меня просто... Я не знаю, как это даже оспорить. Я даже не знаю, как вообще реагировать на то, что происходит. Вот представьте, что... Ну, типа... Не знаю... Ярослав Дронов выебал свинью. И потом дает интервью, говорит. Ну, если бы я выебал свинью, люди бы, наверное, это заметили. Обратили бы на это внимание. Но... Как бы такого нет? Сука! Я вахуй! Как... Как это, блядь, можно говорить? Как можно в это верить? Как... Как... Как я должен вообще реагировать? Она сейчас... Если бы я, говорит, был конъюктурным, это бы заметили. Ну, типа, ты являешься конъюктурным, и это не заметили по причине того, что... Я не знаю, блядь, чего. Очень набираюсь популярность день от дня. И для меня просто... Что это приятно, это просто ничего не сказать. Поэтому, конечно, эта песня была написана от чистого сердца. Конечно, блядь. Какие у тебя поводы для бортности, когда ты говоришь, я русский? Для меня это... Быть на своем месте, делать с полной отдачей, с максимальной отдачей свое дело. С любовью к нему относиться. Потому что, конечно, самая главная любовь. Сейчас, когда я как раз только-только стал ездить по стране, и, конечно же, я встречаю огромное количество самых разных людей, и я стараюсь общаться. Мне очень нравятся люди, как живут они, как они приходят на концерты. Я чувствую их энергетику на концертах. Вот, допустим, когда они поют мою песню, у нас прям такой один большой хор образуется. Вот у меня гордость. Так прям чисто, кстати говоря, у нас огромное количество музыкальных людей. А я его полюбила из-за песни «Я русский». Это когда-то, когда я его слушала, особенно подсох. Ну, попадать в ноту, это еще не значит быть музыкальным. В ноту там, конечно, было что-то, но... Я бы прожила 15 лет в Австралии. И прям меня это... Слушать я бы это реально не сцепила. Тем более, с теми событиями, которые сейчас происходят, и то, что я читаю на английском, как отзываются о русских, и прям... Вот эта песня реально будораживается. У меня внук 5 лет. Он фанатеет. Дочка старшая тоже фанатеет от него. Вот, и вот когда я услышала песню его, вот это вот... Вот она целевая. Одни тетки, плюс мужик привел жену. Или жена с ним пришла просто. Трана ждала такого, замечательного, талантового, доброго, действительно, чистого, душой, светлого человека. Ну, как бы можно стоять и просто плакать. От патриотизма, особенно когда ты прожил в чужой стране, и потом возвращаешься, и, конечно, дается... Да, да, да. Что, привет, родные. Сейчас раннее московское утро, и я только что вернулся из тура, и сразу же я зашел в свою студию музыкальную, где я работаю. Это на самом деле какие-то все мои наработки. Поехали. Вот он, я русский. Пожалуйста, как я и говорил. Чузов Рога. Пожалуйста. Эта песня, она одна из самых сложных для меня в сидении. Мне хотелось добиться такого стадионного эффекта. И поэтому я не постеснялся подложить стадионные голоса. И в самом начале, когда идет вступление, вот эта объемная история. На самом деле две дорожки, которые дают вот такой эффект. И вместе с... Ебать, хитер. Понимаете? Вместе это работает как пачка. Это создает некую такую эмоциональную структуру. Ну вот, короче, в моем идеальном мире он, наверное, был бы звукорежиссером. Ну, кстати, как и Моргенштерн. Это просто о чем говорит? О том, что сейчас, походу, наступила уже давно и продолжается такая эпоха, когда... Скилл звукорежиссера анально доминирует над твоими способностями музыканта. То есть я в этом плане очень жалею о том, что занимался музыкой вместо того, чтобы... Блин, вместо того, чтобы родители мне, не знаю, в 11 лет подарили какой-нибудь компьютер, на который я бы скачал себе тоже какой-нибудь рипер, и вместо того, чтобы сидеть там, не знаю, на всех инструментах учиться как следует играть, слушать там качественную всякую хорошую музыку, бла-бла-бла и все такое, вместо этого, возможно, стоило бы просто углубиться чисто в звукорежиссуру, допустим. И все, делать бы биточки и так далее, возможно, это даже лучше было бы. Но, с другой стороны, тогда я был бы и не совсем я. Ну, в принципе, верю, что сам сводил, и надо признать, ну, типа, сведено хорошо очень. Твое первое музыкальное образование — это народное пение. Да, народное пение, руководитель народного хора, я еще и педагог по первому образованию музыкальному. Так что преподаватель. Какое вообще это влияние оказало на тебя, на формирование тебя как артиста? Бывали моменты, когда мы ездили и в экспедиции записывали. Сейчас, сука, в этом плане, в этом плане ему можно даже там, типа, позавидовать или, там, не знаю, восхититься или... Ну, вы поняли, короче, какие-то такие... Какие-то такие эмоции, допустим, испытать. То есть, что вот, учись, молодец чел, у него есть... У него более хорошо прокачан тот скилл, которого, допустим, у меня по тем или иным причинам в такой мере нет. Ну, типа, ну, объективно, в плане звукорежиссура очень хорош. Ну, с другой стороны, ну, для меня это довольно досадно. Я не знаю, ну, вот с чем это можно сравнить. Представьте, что есть фильм, например, и для того, чтобы сделать фильм, нужен сценарист, оператор, актеры, режиссер, там, не знаю, световик, звуковик, бла-бла-бла и все такое. И вот при этом каким-то образом это все объединяется, может быть, даже сейчас уже в контексте одного человека. И, например, фильм, вот представьте, как если бы фильм, который идеально снят с точки зрения операторской работы, но при этом сценарий хуета просто редкостная, просто настолько блевота вообще поносная, что глаза лезут не то, что там на лоб, а вот так вот через затылок до жопы аж доходит. Вот такой вот бредятина прям лютая сценарий, но при этом идеально снята, вот просто все супер. И этот фильм, короче, все Оскары там ловит, все там коричневые граммофоны, любые награды во всех кинотеатрах, то есть там безумная какая-то вообще популярность, сумасшедшая любовь поклонников и так далее. И при этом наоборот, допустим, берем фильм, в котором идеальнейший сценарий, но он типа, ну, чуть-чуть не очень снят. И вообще всем насрать, абсолютно похуй на этот фильм. У него есть, типа, полтора коллеги зрителя, которым это интересно. То есть, по сути, и там, и там один какой-то компонент сделан не очень. Но типа в зависимости от того, какой именно компонент, определяется успешность материала. Поняли, да, примерно, о чем я говорю? То есть, например, тот же Моргенштерн, у него именно со звукорежиссерской точки зрения все гига вообще четко сделано и отработано. С каких-то других, я думаю, понимаете. Вот, а у меня наоборот, у меня больше всего страдает как раз именно вот, даже там, не знаю, ну, в концертной звукорежиссуре я там хоть с горем пополам разобрался, но мне кажется, что из всего того, чем я занимаюсь и что умею, у меня больше всего страдает именно работа с DAW. Прям, ну, вот вообще не моя тема, ну, не могу, я пытаюсь с этим разобраться, но... Кроме одной программы на макбуке, просто вообще не дружу с этими вещами. А при этом моя, допустим, способность, типа, более качественного, там, басиста, она практически не нужна и не особо применима в очень многой музыке, которая... и которую я сам даже делаю, и которая могла бы быть популярной. Ну, и, допустим, то, с чем мы сейчас вот работаем тут с Глебом. Ну, короче, вы поняли, типа, вот качественная звукорежиссура ценится, то есть, скорее, форма, ну, там, обертка, а содержание вообще абсолютно потеряло хоть какое-то значение. А я при этом всю жизнь, скорее, как раз изучал содержание. И в этом плане, типа, чувствую себя в таком легком ахуе. В деревнях то, что поют бабушки, и потом даже я... Какой-то там хор сделал. Да там нет хора. Знаете, я до сих пор... Просто он, короче, сделал, видите, эффект, он наложил шум стадиона, и на фоне, ну, как бы, на уровне ощущений, из-за, там, двух голосов, ну, пусть и затюненных, но вот, типа, вот так вот сделанных, получился именно эффект стадиона. То есть это, на самом деле, плей такой очень прикольный. Ну, он не первый, кто до этого додумался, но все равно он достаточно здорово это сделал, надо признать. До сих пор какие-то мелодии, которые на подсознательном уровне я запомнил, сидят в голове, я их даже сейчас использую вот в своем творчестве. Насколько я помню, что даже вот в песне «Я русский» вот эта вот кричалка... Это тоже взято именно откуда-то там из народной музыки. Я не могу... Концов уже не найдешь. В чем сила этой музыки? В силу? Я могу подсказать. Это наши корни, это наша, в общем-то, традиция, это наша душа. Там нет ничего нашего. Которая, в общем-то, заложена вот в эту музыку, в такие музыкальные обороты, вот в, не знаю, в тембр голоса, потому что это определенного образа, ну, такой зов предков, скажем так. Это всегда сильно, это наши корни. Я пишу тексты и музыку, и смысл, который я вкладываю в текст, я подчеркиваю, как правило, аранжировка еще. Вот, допустим... Ну-ка. В середине песни есть такой момент... Я русский, я иду до конца... Если мы обратим внимание, здесь звучат колокола. Обратите внимание... О, ну надо же, мы и не заметили. Я русский, я иду до конца... Слышите их? Вот они. Да их четко слышно. Моя кровь от отца... Именно в этом моменте и раскрывается заложенный смысл строчки «Моя кровь от отца». Мы понимаем как раз в этом моменте, что речь идет об нашем небесном отце, то есть о нашем создателе, поэтому, в общем-то, моя кровь от Бога. Да, ну или просто потому, что ничего больше не рифмовалось, со строчкой «Я иду до конца». А про фразу «Всему миру назло» многие говорили, что вот неуместно такое противопоставление. Ты какой смысл вкладывал? «Назло» — это синоним слова «вопреки», «наперекор». Поэтому здесь нет никакого зла, это просто... Ну, это просто фраза, скажем так, устоявшаяся в русском языке. Это просто то, что рифмуется. С намерением разозлить кого-либо, досадить кому-либо. Наперекор. Но наперекор тоже, значит, типа... Что это значит? Противодействуя, типа, не считаясь чем-либо, короче, да. Ну ладно. Ну ладно. На самом деле, вот это такая вообще ботва Небесного Отца. А я тогда, когда спел... Сейчас придумаю какую песню. Вот, допустим, у меня была песня «Я тебя любил, ты ушла». Когда я спел «Как только я тебя увидал, сразу на тебя я запал», на самом деле там тоже имелся в виду... Там вовсе не тёлочка какая-то рандомная имелась в виду, а имелся в виду Небесный Отец. Как только я увидал его облик в своих снах и видениях, я сразу понял, да, и запал. На самом деле, имеется в виду я, что я упал, на самом деле, на колени, на... Вот, и скинул длани к Небесам и вознёс молитву. На самом деле там имелось в виду это. Инструмент этот для меня очень важен. Я, конечно, могу себе купить плюс-минус любой инструмент, но это вот мой старичок... Инструмент. Мой друг, я его купил на самую первую свою зарплату, гонорары от заработков, когда я в 15 лет устроился работать певцом в ресторане. Я всех таких друзей давно продал. И вот там я приобрёл себе инструмент и дал, что ли, себе, ну, такое обещание, что вот пока я не напишу свой собственный хит на этом инструменте, мы с ним не расстанемся. Так вот. А, ну, то есть для себя ты ещё не написал ту самую песню, чтобы... Ну, конечно, настоящий художник считает, что, да, какая самая ваша главная песня? Главная песня впереди, да. Кадры с концерта в Крыму, который прошёл в день государственного флага. Смотрели этот концерт. Видео погромче или себя потише? Видео, видишь, 100% максимальная громкость. А я уже сделал себя тише на 2 дБ, я сделал её сейчас ещё потише, но в целом, короче, все претензии не ко мне. Все претензии к Шаману, к каналу Россия-24 и к прочим дурачкам, которые, блядь, не могут, сука, звук нормально сделать и ещё на телевидении работают. Я выложил это на следующий день в интернет. Себя сделал потише. За несколько часов вот моё исполнение гимна России в Ютьюбе попало за несколько часов на первое место в главные тренды. Это прям потрясающе. Если бы Шаман записывал уроки по звукорежиссуре, то тоже был бы говёный звук из микрофона? Наверняка. Гимна у меня, получается... Вообще, блин, я не знаю. Мне реально было бы интересно посмотреть, типа, что он в DW делает. И здесь про это прям так очень мало, очень поверхностно показывает. Он просто включает-выключает какие-то дорожки и всё. Конечно, было бы интересно, например, именно, знаешь, как там уроки по звукорежиссуре. Типа, вот, зацените, здесь я применил эксайтер таким образом, а здесь вот я, типа, двойной эквалайзер, типа, как это делает, там, какой-нибудь... Я забыл, 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 забыл. Сейчас. Кто сводил Nevermind? Я помню, я дико охренел. Я когда прочитал вообще, что миксовал чувак, я просто начал... Энди Уоллес, Энди Уоллес. Так, короче, когда прочитал, какие альбомы он микшировал, я просто охуел. Я начал по всему Ютубу искать, типа, именно Энди Уоллес, Mixing Techniques. Потому что, типа, как он, например, обрабатывает вокал, как он что-то сводит, делает, там, минуса, потому что это просто охуеть, это... Slayer, Sepultura, Nirvana, L7, Sonic U, Rage Against Emission, дебютный альбом, это один из моих любимых... То есть, короче, как минимум два альбома, которые мне нравятся все целиком, а таких всего, там, типа, три-четыре есть в мире, он сводил, типа, ну, в смысле, микшировал их. Что-то... Sepultura, Rush, Silverchair... Бля, подожди, вот этот альбом Silverchair. Это первый? Нет, Second Studio альбом. Ну, тоже, типа, нормально. То есть, ну, короче, половину моих аудиозаписей свел. Foo Fighters, Seven Dust, Limbiscuit, Linkin Park... Linkin Park, кстати, Гибрид Теори. Misfits, Slipknot Ayova, System of a Down, Disturbed, Korn, Distillers, то есть, Blink-182, Some 41, Avenged Sevenfold. Просто ебануться. А? Не, Энди Волос. Это пиздец вообще. Просто серый кардинал. Типа, рекрубинг гига известный, а этот чел просто ебануться что-то сделал. Skillet. Короче, вот это интересно. Стоит 48 дорожек. Голос пока еще не успел записать, но вот сейчас буду... Просто все сделал. Я думаю, что этим заниматься, потому что скоро опять улетать, опять концерт, и нужно... Не, ну я тоже за тупой панамкой. Успевать в перерывах записывать. Здесь у меня на первом куплете использован... Вот покажи что-нибудь. ...удары сердца вот эти. Понимаете, блин, он просто включает и выключает дорожки, он не показывает содержимое этих дорожек. Типа, как он их обработал? Потому что солировать дорожку-то может любой. Я пою первый куплет акапелла под удары сердца. То есть оно вот будет так начинаться. Поэтому первый куплет, то там удары сердца, ну это тоже так символично достаточно. Россия, священная наша ряда... Я думаю, мы видели... Вот сейчас мы видели, как ты работаешь над аранжировкой гимна. Мы видели, как ты исполняешь гимн на концертах. И это ужасно. Типа, обратись за аранжировкой ко мне. Я, кстати, сделал аранжировку гимна. Ну, типа, естественно, она там сведена не очень, и там гитара нарисована именно неживая. Но я, короче, попробовал в этом направлении поэкспериментировать, короче, как я бы делал именно аранжировку гимна. И она у меня лежит в конфе закрытой в телеге в бусте-чате. Вот так. Так, сейчас я попробую найти... То есть оно, короче, ну... У него там ничего про суть не происходит, ну, неинтересно. Мам, чуть позже, может, покажу, что я сделаю. Люди ждали, что ты исполнишь гимн на бис. Как тебе удалось это сделать? Я спел... Я просто, скажем так, сделал его менее таким, ну, что называется, так, официальным. Я исполнил его от себя, от души. Сделал из него такую рок-балладу мощную. Я вижу, как зрители вместе со мной поет весь зал, большой зал, поет гимн России. Конечно, это, ну, прям такой... Рок-баллада мощная, это, не знаю, Metallica Nationalism Matters, Europe Carry, Scorpions, этот... Сейчас скажу... Даже не Steel Loving You и не Wind of Change. Ну, хотя это тоже, допустим. Не-не-не, вот прям у них... А, Send Me an Angel, например. Вот охуенная, именно охуенная рок-баллада. Не знаю... Band of Horses The Funeral. То есть, какие-то штуки, если их слушать, и детали именно слушаться, можно заметить, насколько, ну, типа, убойно детализировано вообще все, именно по аранжировке, насколько это... Более серьезное, типа, произведение, чем то, что мы тут слушаем. В общем-то, зал преисполнен в этот момент, такой, знаете, подъем духа. И это для меня, конечно же, ну, уже не просто музыка. Это реально что-то больше, чем просто музыка. То есть, гениальная аранжировка, если что. Писька-пиписька идет в барабанах. К такому успеху и попу... И на басу идет бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. И на гитаре... Где аранжировка-то вообще, в принципе? Благодарности Ярослав Дронов шел долгие годы. Он написал больше двухсот песен, но признание получил благодаря своей патриотической лирике. О любви к родине и благодарности за подвиг героев он смог спеть по-особенному. Произошла какая-то синергия времени, контекста, таланта, искренности. Какая-то удивительная синергия. Просто вот, ну, как же так получилось? Слова его песен именно сейчас для многих оказались очень нужными и важными. Спасибо вам, я не предам. Пока живое сердце бьется, Пока любовь не продается. Спасибо вам, я не предам. Пожалуйста. Ну что, народ, надеюсь, вам было интересно посмотреть мои рассуждения. Какие выводы, как это все подытожить. Я не знаю, ребята, как это все подытожить. Мы с вами стали свидетелями удивительного акта просто гигавселенского потрясающего, возмутительного наебалова, который происходит. И в плане того вообще, как этот кейс сработал, это что-то абсолютно для меня загадочное и удивительное. необъяснимое и, конечно, интригующее. Какое-то, может, пожелание вам оставить или еще что-то. Ну, могу пожелать просто больше обращать внимание на детали и, не знаю, получать настоящее удовольствие от по-настоящему качественной музыки. И все. И не быть, скажем, слепыми и глухими относительно правды, относительно чего-то настоящего, стоящего, достойного. И все. Всем спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok